Булер с детой девушкой Всем привет! Это Карпинский карьер, на котором многие из вас вот он прямо вот там летом наверняка купались, потому что здесь стоячая такая голубая интересная вода а зимой здесь проходят гонки уже не первый год и сейчас здесь гоняют два субаря хэтчбек и седан посмотрим, что еще здесь происходит сегодня во время ледовой гонки вот за мной прямо кто-то летит видно было слабо, но по звуку я думаю все поняли, что это заряженный автомобиль и да, смотреть гонку в Карпинске с горочки и даже лучше, чем в Серове с дамбы один только есть минус чтобы сюда залезть, нужно вот прям так вот по снегу идти а в Серове можно на машинке прям заехать и смотреть осталось найти возможность спуститься с этой горы потому что здесь, конечно, прикольно но машинки хотелось бы посмотреть немножко поближе и я не знаю, как я буду спускаться мало половин, мало-мало половин здесь находится, видимо, техпарк где автомобили готовятся к заездам я уже вижу Серовчан кто же это идет? так, конечно же, Олег Пойлов здорова я так поздно приехал ты расскажи, что тут происходит? ну, едет класс абсолютно сейчас а остальные классы нормальные? остальные классы нормальные были в начале ты опоздал а что так все быстро-то? вот так вот решили ты проехал уже? выиграл? третье место боли, ну, чувак но следует лир-класс а что вы увидите когда вы хотите лук 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На улице достаточно тепло, но опять же дует ветер, потому что здесь вода Потому что здесь поле, ну не поле, лед, большая тарелочка Вот, и здесь очень много зрителей, которые греются в том числе в машинах Дети вон гуляют, лазят, прыгают И самое интересное, что сейчас 4.30 примерно времени И уже самые зрелищные заезды откатали То есть это самые злые классы, где выступают самые навороченные машины Ланцеры, Эволюшн, Импрезы и прочие крутые тачки Это очень здорово, потому что, честно говоря, смотреть, как состязаются Жигули с Жигулями Ну, не очень интересно Готовится к старту передний привод стандартной автомобиля И вот в Ланцере девяточке в серебряном С черной передней частью Артем Касабрюхов, который, я думаю, сейчас будет показывать очень крутые вещи И я надеюсь, что он победит снова В серебре он был первым в своем классе На Болтыме он был, по-моему, вторым Поэтому будет интересная борьба Хотя, может, и без борьбы возьмет Поехали, Артем, давай Уверенный старт И посмотрим, каким будет финиш А, Артем, уже все Круто Хорошо, когда у тебя внедорожник Можно залезть на самую высокую горку И смотреть гоночку Причем весь длинный круг будет видно Это здорово Бывает и такое Заезд закончился без борьбы Потому что соперник не явился на старт Что ж Посмотрим, что выйдет дальше И да, здесь, как и в Серове На отдельном участке Можно погоняться в свое удовольствие И сейчас автомобилисты Именно этим и занимаются Адреславу Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот тут внизу не то чтобы был техпарк Здесь нет техпарка как такового Здесь стоят все машины подряд Поэтому не все гонщики могут выехать на свою гонку И вообще выехать отсюда Потому что здесь очень много было машин Сейчас уже мало и как-то можно маневрировать А до этого все было плохо Артем, расскажи, как гонка? Классно, я доволен Ты уже в каком? В Абсолюте или в спорте? В спорте принял участие Не очень удачно Сейчас в стандарте В спорте что помешало? Конкуренты сильные В стандарте ты всех порвешь? Я надеюсь Давай удачи Ну что, пришла пора подвести итоги Про гонку в Карпинске Гонка на самом деле очень интересная Трасса в Здоровске Есть длинный прямик Есть множество поворотов Которые перетекают друг в друга Есть откуда эту гонку смотреть Например, с гор Например, с берега этого карьера Немножко не понравилось То, что нет техпарка И обычные люди, которые приехали посмотреть То есть они встают на любое место И могут закрыть, перекрыть Въезд, выезд гонщикам Это, мне кажется, немножко неправильно Но это лично мое мнение Организаторам, которые занимаются этим много лет Конечно же, виднее Очень круто, что наконец-то Где-то кто-то поменял Стартовую решетку Я имею в виду Поместил классы туда Где, на мой взгляд, они и должны быть То есть самые злые автомобили Самые скоростные автомобили Самые красивые автомобили Состязаются первыми Чтобы зрители посмотрели И потом разъезжались по домам Потому что на ночь глядя Ну, зрителей не очень много остается Потому что темно, холодно И завтра на работу все Вот, и это очень здорово Что здесь дали возможность Погоняться спортивным автомобилем раньше Вот Какой ценой? Ценой стал класс классика То есть заднеприводные автомобили Уже по темноте По сумеркам Поедут состязаться Может быть, стоило пустить По сумеркам передний привод Все-таки это Более предсказуемое В управлении автомобилем Но, опять скажу Что это всего лишь мое мнение Я не профессионал Я ничего практически в этом не шарю Организаторам, конечно же, виднее И еще раз спасибо за то Что самые быстрые машинки Проехали первыми За это прям вот Респект, респект Что еще? Здесь было организовано Горячее питание Многие приезжали со своими Шашлыками То есть ставили мангал Жарили мяско Ели, пили И это прям было здорово На самой трассе Не очень много я заметил Людей, которые фотографировали Или снимали видео И я не знаю почему Потому что повороты были интересные И в этих поворотах Можно было поймать Действительно классные кадры Сверху также снимать Можно было круто И это видео у меня есть Как и с поворота Поэтому в Карпинске гонка Опять прошла такая крепкая Классная Надеюсь в этом году Здесь гонка состоится еще раз Хотя вряд ли Потому что сезон закроется В лобве через Три или четыре недели Насколько я помню Поэтому в следующем году Если в воскресенье Выдастся свободное время Не поленитесь И съездите сюда В Карпинск На карьер И примите участие в гонке Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, чуть не забыл Только Запаситесь Навигатором Или какими-то еще штуками Потому что я еле нашел Как поробраться К этому карьеру Я привык, что на велосипеде Ты проезжаешь мост И перед заправкой Поворачиваешь налево Сейчас это не работает Там нет дороги То есть пришлось ехать Через Карпинск Там где-то есть Какие-то проселочные дороги Ну, то есть Организаторам Было бы круто Это опять Мое личное мнение Сделать какие-то указатели Что на гонку Прям вот туда Или туда Или туда Ну, в общем Как-то навигацию Организовать поинтереснее Но, в целом Мне все очень понравилось Я надеюсь, что Серовчане Проявят себя здесь И в конце сезона Завоюют чемпионские кубки В своих классах Поехали